Торчащая арматура, брошенные бетонные блоки, горы из деревянных досок, кирпичей и стекла. Такой живописный вид открывается жителям домов на улице Московской и Курчатова на протяжении 8 лет. В 2014 году на этом месте начали возводить магазин. В 2015 году стройку приостановили, и территория начала приходить в запустение. Опасный участок нередко выбирают для игр маленькие дети. Устали все дети. У меня вот внучек там чуть на что не попало. Я за ней бегом, бегом, а я сама на инвалидности, я не могу ходить. Бегом за ней, как я побегу. Варя, Варя, кричу. Варя, вернись назад, вернись назад. А дети сколько идут, оттуда плачут. Плачут, идут, плачут. Мы упали боком. Ну, давай, посмотрю, думаю, может, кровь у него текет. Подняла там и все ему это. Нет, вроде ничего. Говорю, ну, маленькую шубу у тебя есть. Рядом с территорией проходить опасно. Мостки и заборы обваливаются при сильном ветре регулярно. Стекла и мусор летят во двор. 13 ноября сильный ветер снова повалил ограждение как со стороны улицы Курчатова, так и во дворе домов на Московской. Решить наболевшую городскую проблему с 2020 года пытается депутат Алексей Волгин. Два года назад народный избранник добился установления сроков строительства, поскольку ранее долгострой никак не ограничивали временными рамками. В 2020 году мы добились путем принуждения, потому что областное правительство было вынуждено обратиться в арбитражный суд уже вот с иском об освобождении земельного участка. Соответственно, застройщики озаботились проблемой, обратились в областное правительство. Закон им предоставил на тот момент, к сожалению, право еще на три года продлить договор аренды. С правом продления договора перед застройщиком встала и обязанность освоить участок за 18 месяцев, а именно получить за это время разрешение на строительство. Срок истекает уже 19 ноября, и пока никаких документов от застройщика подано не было. Формально для того, чтобы получить разрешение на строительство, администрация будет рассматривать, насколько я помню, 10 рабочих нет. То есть мы понимаем, что застройщик уже на сегодняшний день разрешение на строительство, установленный срок не получит. Насколько я знаю, договором аренды, инвестиционным соглашением за неисполнение таких обязательств предусмотрена ответственность. Там установлены штрафы и ответственность вплоть до расторжения договора. Как только договор будет расторгнут, застройщика обяжут убрать объект. Однако, если он откажется, эту обязанность возьмет на себя областное правительство. А затраты на эти работы взыщет застройщиков в судебном порядке, рассказал Алексей Волгин. На самой территории в будущем планируют совместно с жителями создать общественное пространство с помощью программы «Вам решать». А часть территории отдать для парковки, в которой остро нуждаются местные жители, добавил депутат. Канал 16 продолжит следить за ситуацией. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.